Кумрачбек Кулматов сегодня снова на допросе в ГКНБ. Но на этот раз уже не в качестве свидетеля, а как обвиняемый. Накануне ему предъявлены обвинения по статье «Коррупция». Бывшего чиновника подозревают в нецелевом использовании средств китайского гранта. Напомним, деньги эти предназначались для строительства школы в рамках проекта реконструкции ТЭЦ. Куматов, по версии следствия, направил эти деньги в частную компанию. Было установлено, что в 2014 году Куманшбек Кулматов, будучи мером города Бишкек, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 миллиона долларов США, предоставленных в рамках реализации проекта модернизации ТЭЦ города Бишкек, китайской компанией ТБЭ, для строительства двух новых школ в регионах. Перенаправил указанные денежные средства от введения правительства Крымской республики, введение мере города Бишкек под предлогом необходимости строительства школы в жиломассиве Калсорда. Так, Куматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем ОСО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления 1 миллиона долларов США напрямую на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно свыше 100 миллионов сомов для завершения строительства школы Калсорда. В настоящее время один из руководителей частной компании подрядчика, задержанный во дворе он в ВВС СИЗО ГКМ Крымской республики, по местам жительства обвиняемого Хулматова, доложных лиц мэрии города Бишкек и руководителя, аффилированной с ним частной компанией, проведены санкционированные обыски, ведется следствие. Сам чиновник все обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, денег этих ни мэрия, ни он сам в глаза не видели. Следственные действия в отношении себя Куматов считает необоснованными. То, что вот в обвинении присутствует, ну это смешно. Обвинять меня в том, что я перетащил средства или передал, начинаю говорить, что я жене перечислил эти деньги. Но я думаю, надо сделать просто, ну, если говорить об ущербе, то надо его оценить, в чем он заключается. Вот ущерб в том, что я перетащил средства, допустим, которые предназначались для Чуйска области, либо там для Аша, город Бишкек, я думаю, что это, ну здесь ущерб какой можно. Съездите, пожалуйста, в эту школу, в Халусурган. Там такой школы, я думаю, что в Крыстане нет, которую мы там построили. При этом я ушел с мэрии, когда мы цокольный этаж залили и практически начали только перекрытие. Сам процесс строительства шоу был сложный. Почему? Потому что мы хотели построить ЛСТК, то есть снизить себестоимость наших объектов социального назначения. Все. Вот это было единственной целью того, что мы делали. Но, к сожалению, грунты были слабые, и там нужно было технические сооружения, чтобы было просто устраивать. Это из-за этого пошло, во-первых, подорожание и решение строительства двухэтажной школы. А так планировалось одноэтажное в легких конструкциях, как условия ЗЛСТК, то есть применение новых технологий и так далее. О том, что со школы это не все чисто, первыми заговорили депутаты Джигуркукинеша. Депутатская комиссия выявила подозрительные завышения стоимости. Все документы направили в Генеральную прокуратуру. Как выяснилось, не зря. Изначально заложено две школы, по миллиону долларов, если я не перепутал. И когда мы потом по документам начали разбираться, и там только одна школа. И они сказали, что там большая, современная, удобная школа. И мы поехали, конечно, у нас и дополнительно было выделено из бюджета, городского бюджета, там около 100 миллионов, если я не ошибаюсь. Большая сумма еще дополнительно была выделена. Поэтому мы тогда, когда по документам разбирали, и тогда мы обнаружили, почему одна школа, почему не две школы, почему дополнительно с бюджета, городского бюджета, около большая сумма ушла. Поэтому у нас были и претензии, мы поэтому ездили. В рамках расследования хищения при модернизации ТЭЦ арестовано уже несколько чиновников. Сейчас в ГКМБ, кроме Кулматова, регулярно вызывается и бывший премьер-министр Саппар Исаков. Он, кстати, не исключает, что следствие может задержать и его. Возможно, что в ходе разбирательств станут известны имена и других фигурантов этого громкого дела. В ГКМБ говорят, следствие продолжается. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.